Добрый вечер, в студии Роман Немов. Как коронавирус повлиял на бизнес 33 региона, что удалось сделать, а чему помешала пандемия, а также о работе Института медиации при конфликтах между бизнесменами, поговорим здесь и сейчас с уполномоченным по защите прав предпринимателей Владимирской области Аллой Матюшкиной. Алла Валерьевна, добрый вечер. Добрый вечер, Роман, добрый вечер, телезрители. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефонной студии 32-43-22 и 32-62-33, код города 49-22. Звоните, задавайте нашей гости свои вопросы. Алла Валерьевна, получается, что уже год прошел, даже чуть больше, на несколько дней, с того момента, как вы стали уполномоченным, опубликован первый доклад о проделанной работе. Если можно, вот в начале нашего разговора, коротко, основные цифры. Сколько было подно жалоб, самые частые вопросы от бизнесменов. Ну и не могу не спросить, какую проблему вы бы назвали главной. Действительно, можно подвести не только год пандемии, но и год моей работы. Я в должности с 25 марта 2020 года. И уже за этот период, получается, это уже второй доклад. Первый был специальный доклад, посвященный ковиду, первой волне. Сейчас доклад посвящен целым проблемам предпринимателей региона. Огромное количество обращений поступило за указанный период. Больше, чем за все время существования института уполномоченного в регионе консолидировано. 2610 жалоб было рассмотрено. То есть такого не было никогда? Никогда, да. Это консолидированная работа, наверное, всего предыдущего периода. Такое количество, которое бизнес обращался в 2020 году ко мне как к региональному уполномоченному. Из них всего четыре жалобы было переадресовано мне в регион в работу от уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. Основная масса вопросов, большая часть, конечно, связана с проблемами ковида. Это приостановление работы предприятий, это отказ в мерах поддержки, это взаимоотношения с банками нашего региона. И уже после окончания первой волны, да, вот стали поступать обычные жалобы. Это контрольно-надзорная деятельность, проблемы размещения нестационарных торговых объектов. И получается, что ковид, да, он и выявил, да, наши вот такие системные проблемы, связанные с идентификацией предпринимателей. Да, в данном случае была определена возможность получения мер поддержки по основному АКВЭДу, да. То есть не у всех предпринимателей он был указан правильно, и мы с вами разговаривали в эфире. Мы с 5 мая прошлого года были в эфире, и как раз об этом говорили, что вроде бы люди обращаются за поддержкой, говорят, вот я вроде занимаюсь, я подхожу. А какой у вас АКВЭД? А он не подходит. То есть такие проблемы, что называется, вскрылись, да, но это для бизнеса, да. Но еще раз повторю, есть ли какая-то главная проблема, может быть, характерная для 33-го региона, который вы для себя отметили, готовя этот доклад? Что это? В первую очередь это диалог бизнеса и власти. Очень много. Он оказался как никогда актуален в нашем регионе, когда вставал вопрос о закрытии сфер деятельности, о необходимости налоговых преференций особо пострадавшим отраслям. И здесь огромная благодарность администрации, губернатору области, депутатам законодательного собрания, прокуратуре, контрольно-надзорным органам, которые в такой сложный период смогли перестроить свою работу на контакт с бизнесом. Причем этот контакт надо же было производить и в конференциях Zoom, и в чатах, и посредством электронной почты, и телекционных переговоров. Вы, насколько я понимаю, тоже, в общем-то, работали много, что называется, при помощи технических средств удаленно. История-то какая? Вот о чем мы тогда говорили, чуть меньше, чем год назад. Насколько я понимаю, и продолжаются эти разговоры. Ведь тогда, вот, кстати, о проверках президент, если я ничего не путаю, в двух посланиях сказал, что он дал поручение о том, чтобы снизить бремя, приостановить проверки, ввести мораторий. Это помогло, да, насколько я понимаю? И это соблюдалось в нашем регионе. Да, мораторий был введен на 2020, сейчас он пролонгирован для субъектов МСП на 2021 год, но часть у нас все равно предпринимателей оказалась в плановых проверках. Это категория высокого риска, и мы сейчас работаем с некоторыми субъектами МСП, да, для того, чтобы их исключали из плана проверок в части изменения категории риска. Есть процедура предусмотренная. А можно чуть более понятным языком это объяснить? То есть, вот, есть какое-то предприятие, которое ведет бизнес, да, вроде бы как плановая проверка, да, и о какой работе вы говорите? Предприниматель обращается, говорит, ну, я же субъект МСП, президент сказал, что мораторий. На самом деле, постановление правительства говорит о том, что предприятие, которое относится к высокому риску, категории риска, да, это определено каждым контрольно-надзорным органом, МЧС, Роспотребнадзором, они все равно в проверке, в плановые включены. И таким образом предприниматели нашего региона получили уведомление, да, а кто-то увидел себя в реестре проверок. Естественно, не понимают предприниматели, не понимают, как реагировать. И мы с ними сначала уточняем категорию риска, если действительно ее можно поменять, а для этого есть методики расчета. Мы помогаем заполнять заявления, производить расчеты, обращаемся в контрольно-надзорный орган, который, соответственно, категорию риска меняет, и предприниматель получает право быть исключен из плановых проверок. Поэтому работа такая сейчас, вот она хоть и относится уже к 2021 году. Она все равно продолжается. Она актуальна для предпринимателей. Смотрите, вы сказали, что, с одной стороны, во время пандемии органы власти, исполнительные, законодательные и надзорные органы, они включились тогда в работу по поручению правительства. Но, тем не менее, все-таки вы выделяете главную проблему, это диалог между властью и бизнесом. Что вы имеете в виду? То есть, в чем проблема? Кто кого не слышит? То есть, в первую очередь, это связано с тем, что оказалось государство в ситуации коронавирусной инфекции, когда очень много мы ориентировались на постановление главного санитарного врача Российской Федерации региона, когда он ходатайствовал о приостановлении деятельности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. И потом мы столкнулись с обратной ситуацией, даже два раза уже, когда сферы деятельности при улучшении ситуации необходимо было оперативно открывать. Чтобы люди начали работать, зарабатывать деньги, платить заработные платы. То есть, вот здесь был главный, скажем так, камень прикновения. И пока вот не вошли в прямой диалог с главным санитарным врачом, с губернатором региона, а это действительно был прямой диалог, когда присутствовала не только я, как у полномоченной региона на встречах, а непосредственно предприниматели, представители торговых центров, представители предприятий общественного питания. Когда они могли сказать, что открываться надо, да, уже соотношение рисков, они понижаются, но экономика сильно уже страдает. К сожалению, да, какие-то сферы, наверное, не удалось открыть после коронавирусной инфекции. Об этом говорит статистическая информация управления Федеральной налоговой службы по Владимирской области. Если мы говорим, за 2020 год, на 1 января, юридических лиц у нас было 27 тысяч, ну, я копейки не буду, да, говорить, то на 1 января 2021 их уже стало 25. Аналогично по индивидуальным предпринимателям, на 2020 год их было 40 281 субъект, а то стал 35 517. Существенные изменения, все-таки. Да, поэтому, да, мы можем говорить о том, что кто-то принял самостоятельное решение и закрыл свой бизнес, исходя из каких-то иных причин или процедуры банкротства сработали, какая-то неблагоприятная атмосфера. Но отрицать то, что ковид нанес серьезный удар по бизнесу, это просто невозможно, да. Это очевидно, об этом говорят цифры. Давайте, понятно, что жалобы и конфликты, ведь это не вся ваша работа, да, насколько я понимаю. Что еще удалось сделать за год? Семинары, тренинги, какие-то, не знаю, новые встречи, предложения предпринимателя. Чем вы, не знаю, гордитесь, что удалось, как, что удалось, а что не удалось? Да, огромная просветительская работа была в указанный период, проделана мной как уполномоченным. Это регулярные семинары на площадке торгово-промышленной палаты, центр «Мой бизнес». Это когда предприниматели могли мне, как уполномоченному, задать любой вопрос, да, и получить сразу же ответ, и, может быть, как уполномоченного, и как юриста, для того, чтобы сориентироваться по своей сложной проблеме. Я неоднократно участвовала в комитетах законодательного собрания, в рабочих группах при губернаторе региона, и это позволило, да, ввести налоговые преференции для бизнеса. Мною предоставлялись расчеты по разным сферам деятельности. Соответственно, я активно участвовала в работе Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» на федеральном уровне, когда рассматривались уголовные дела, в том числе в отношении субъектов предпринимательской деятельности Владимирской области. И огромное спасибо средствам массовой информации, которые вот неоднократно меня приглашали для участия в эфирах, что позволяло донести проблему, которая существует у бизнеса, непосредственно до властей региона, до граждан. Ведь падение вот покупательского спроса оценивает у нас бизнес как самую сложную на сегодняшний момент. Ну, конечно, это очевидно, да. Регулярные опросы, в том числе у полномоченного при президенте Российской Федерации, именно данную проблему вот сейчас ставят во голову угла. И мы, конечно, безусловно, да, обсуждаем системные проблемы как с моими общественными помощниками, так и с общественно-экспертным советом, куда входят практически все бизнес-объединения региона. И участвуют первый вице-губернатор Александр Александрович Ремига, за что ему большая благодарность никогда не пропускает, и директор департамента развития предпринимательства Виктория Анатольевна Кулыгина. Ну, то есть, удалось выстроить вот такую систему взаимодействия, которая позволяет, ну, если не оперативно, то все-таки решать те проблемы и те вопросы, которые бизнес задает. Рекордное количество обращений за год. Вы связываете с пандемией? То есть, ну, вообще, пандемия на это повлияла, как вот вы думаете? Безусловно, потому что и больше 1300 обращений, половина практически, связана с деятельностью во время пандемии. А, кстати, когда было больше обращений? В первую волну или во вторую? В первую волну они были более индивидуальны, когда обращались субъекты предпринимательской деятельности по своей проблеме, а во вторую волну мы столкнулись с тем, что принимали обращения коллективные. То есть, от объединений, от предприятий общественного питания. Они сразу привозили там 20-30 подписей под обращениями. Допустим, тот же предприниматель Октябрьского рынка, это коллективное тоже обращение. Мы еще к этой ситуации вернемся. Да, поэтому вот вторая волна, она характеризуется более, соответственно, консолидированной поддержкой предпринимателей друг друга. Потому что тяжело было. Было тяжело именно у второй волны, вот если исходить из той информации, которой я обладаю, общаясь с людьми, которые вот в этих сферах пострадавших работают. Как вы и ваш аппарат оценили региональные меры поддержки и как бизнес, в принципе, сообщество в целом отреагировало на то, что случилось? Как вы думаете? То есть, меры поддержки здесь можно разбить на как бы два, две составляющие. Одни, но непосредственно связаны с ковидом. И здесь очень оперативно сработали депутаты законодательного собрания, причем два раза. Первый раз, когда это был июнь 2020 года, да, майской сессией было принято решение о поддержке предпринимателей региона и по снижению упрощенной системы налогообложения, патентной системы, транспортного налога, налога на имущество. И второй раз, когда пошла вторая волна, и сейчас предприниматели, которые особо пострадали во вторую волну, деятельность которых была ограничена, а у некоторых приостановлена, как у ночных клубов, детских развлекательных центров, они получили преференции и на 2021 год. И второй блок вопросов был тесно связан с переходом нашего региона по налогу на имущество на расчет от кадастровой стоимости. И здесь удалось достигнуть компромисса для тех, кто раньше платильщиком налога не являлся. Им была ставка установлена 0,1% на 2021 год. Совместно с бизнес-объединениями, предпринимателями, депутатами, администрацией, да, удалось на рабочих группах достигнуть единой позиции. Это важно было для многих бизнесменов. Но в целом, я имею в виду, в целом ваша оценка мер поддержки, как бы вы сказали? Очень положительно оцениваю работу, да, и она необходима, вот особенно по последней мере, когда получили поддержку бывшие ЕНВДшники. Для вас не секрет, что с 1 января 2021 года единый налог на умененный доход был отменен на федеральном уровне. И это был большой стресс для наших предпринимателей, которые не восстановились, да, прежде всего, розничная торговля после ковида. И тут надо было переходить на другую систему налогообложения. И то, что у нас депутаты пошли на предоставление пониженной ставки по упрощенной системе налогообложения для бывших ЕНВДшников, это, безусловно, большой плюс. Поэтому, если мы посмотрим, как работала наша инфраструктура поддержки и обратную связь, которую я, как региональный уполномоченный, получаю от субъектов малого и среднего предпринимательства, они ее оценивают очень высоко, и она была им оказана в нужное время, соответственно, в нужном объеме, вот что немаловажно. С марта во Владимирской области, как, в общем-то, в целом и по всей стране, начала действовать льготная программа кредитования по 3% годовых, его утвердил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Кто получит поддержку и, собственно, при каких условиях, давайте посмотрим наш материал об этом. Сувенирный магазин в центре Владимира сейчас открыт для посетителей, хотя в первую волну коронавируса совместный бизнес двух предпринимателей был на грани закрытия. Магазин-музей не работал целых три месяца. За девять лет компания никогда не сталкивалась с подобными трудностями. Тяжело переживали, переживали сотрудники очень, потому что неопределенность никто не знал, насколько это времени все затянется. И грустно было очень, потому что очень хотелось работать, начинался самый сезон. Конечно же, мы были готовы, конечно же, мы ждали гостей. Быстро встать на ноги после долгого перерыва две бизнесвумен смогли благодаря государственной поддержке. Во время пандемии все накопленные деньги уходили на зарплаты сотрудников. Чтобы не уйти в минус окончательно, женщины решили взять микрозайм в центре «Мой бизнес». Денежная помощь помогла не только восстановить работу, но и открыть новый проект – интернет-магазин советских сладостей и сувениров. Мы специализируемся на том, что мы подбираем товар, который был сделан по ГОСТу СССР и был знаменит в СССР. И мы выставляем это все на сайте. Покупателями являются люди со всей России. И помимо этого еще эта услуга стала популярна и у иностранцев. В прошлом году для пострадавших предпринимателей было разработано несколько программ льготного кредитования. Всего было выдано свыше 3200 займов на сумму более 5,5 миллиардов рублей. Самой популярной из них стала программа кредитования по 2% годовых, которая действовала до марта этого года. Теперь бизнесмены смогут воспользоваться другой поддержкой. В новой версии ставка кредита составит 3%. Максимальная сумма кредита ограничена 500 миллионов рублей. Но условие, главное, сохранение численности не менее 90% на момент вхождения в программу. И еще хочу обратить внимание один момент. Обязательно в штате должны быть наемные работники. Получить льготу могут компании из наименее восстановившихся сфер. В их числе и гостиничный и ресторанный бизнес, сфера туризма, спорта, культуры и развлечений. Это программа «Здесь сейчас». Меня зовут Роман Немов. Сегодня у нас в гостях уполномоченные по защите прав предпринимателей во Владимирской области Алла Матюшкина, Алла Валерьевна. Такая очень серьезная мера поддержки. Вот эти требования на налог, кредит по 3%. Еще один вид поддержки предложен предпринимательскому сообществу. Бизнесмены регионы могут получить субсидию от государства за трудоустройство безработных. Размер субсидий на одно место – это 50 тысяч рублей. Но всегда вот здесь вопрос, как бизнесмены сами это оценивают. И вы считаете, эта схема будет рабочей? Безусловно, будет. Конечно, условия нынешней кредитной программы фонд 3.0 пока не предполагает какого-то списания, как мы работали с кредитом 2.0. То есть многие предприниматели сейчас 1 апреля, а многие накануне, даже уже 31 марта, получили от банков уведомления о списании кредитов, которые они брали по 696 постановлению правительства. Фонд 3.0, о котором сейчас говорилось в репортаже, такого пока не предполагают условия. Это возвратный кредит. Но процентная ставка, она, соответственно, ну как бы вряд ли, да, можно где-то по 3% все-таки получить ресурсы, да, от коммерческого банка. Операторы определены. С 9 марта стартовала она на территории Владимирского региона. И мы вот проводили большую конференцию вместе с инфраструктурой, поддержками, банками, которые работают на территории региона. Уже на 15 марта начались выдачи по данной программе. Быстро. Быстро. Востребованность имеется у бизнеса. Это не только те, кто пострадал, да, и, к сожалению, пока не мог восстановиться. В репортаже правильно отмечено, это может быть денежные средства, да, на какие-то новые проекты, которые не только позволят бизнесу восстановить допандемический уровень оборотов, но и, соответственно, выйти на какие-то новые горизонты. То есть это немаловажно в сегодняшней ситуации. Те предприниматели, которые говорят о том, что необходимы меры поддержки, да, мы всегда говорим им, обращайтесь ко мне как к уполномоченному, обращайтесь в департамент развития предпринимателей. Для разъяснения, для консультации, для прочего. Да, и необходимость рассмотрения новых механизмов. Ведь для чего проводят опрос уполномоченные при президенте? Каждые две недели предприниматели региона отвечают, да, на целый комплекс вопросов, чтобы их скорректировать, да. Может, какую-то сейчас сферу, какой-то АКВЭД пропустили, да, по фонду 3.0, а эта отрасль нуждается. Обращайтесь, будем направлять ходатайство, просьбы, да, по включению. Очень простая, получается, ситуация. Ну, государственная машина, она большая, она запрягает не так быстро, как хотелось бы предпринимателям, но можно достучаться. Одна из ярчайших иллюстраций последствий пандемии, это ситуация на Октябрьском рынке в Коврове. Я предлагаю посмотреть наш материал об этом, а затем продолжить разговор. Конечно. А на каком основании вы здесь командуете? 18 марта. Октябрьский рынок. Прилавок Натальи Помыкаловой обесточен. Сделал это сотрудник рынка без объяснения причин. Распишитесь мне, что вы влезли в мой счетчик, отключили его. А это кадры с камер видеонаблюдения сутки спустя. Прилавок Натальи опечатан сигнальной лентой. Женщина говорит, что работать стало невозможно. После публичного заявления группы бизнесменов об ущемлении их прав в пандемию. Они торгуют здесь одеждой. Если бы аренда была понижена, люди бы здесь остались. Пришли бы новые люди. Вот статус рынка теряется. Нам очень за это обидно, но это наши рабочие места. Мы хотели бы здесь работать. Павильоны предпринимателей находятся на втором этаже Октябрьского рынка в период пандемии. В прошлом году его закрыли на три месяца. Однако по счетам арендаторы платили. В зависимости от размера торговых площадей суммы достигали 100 тысяч в месяц. Из-за этого кому-то пришлось свернуть бизнес. Со слов предпринимателей, их не коснулась ни одна мера поддержки. Причина – статус рынка. Арендаторы уверены, он перешел в частные руки. Эту информацию директор рынка не подтверждает и ссылается на официальный устав. Алексей Левчиня в должности работает с декабря прошлого года. Он объяснил, что предпринимательница Наталья Помыкалова не платит за аренду больше трех месяцев. Долг – 23 тысячи рублей. По условиям договора директор рынка имел полное право в одностороннем порядке ограничить работу торговой точки. Нами направлялось в феврале месяце не исковое заявление, а заявление о выдаче судебного приказа. Определением арбитражного суда нам данное заявление было возвращено. Определение состоялось 2 марта. В соответствии с тем, что имеется спор о размере взыскиваемой задолженности, соответственно, мы как предприятие подготовили новое исковое заявление и направили в основном порядке для рассмотрения в арбитражный суд. Информацию о долге Наталья подтвердила. Свои интересы женщина намерена защищать в суде. Бизнесмены, которые пошли на диалог с дирекцией рынка, работают в штатном режиме. Так, Алексей Левчиня пояснил, что с ними заключены ДОП-соглашения по рассрочке платежей за аренду. Минимальная плата за один квадратный метр – 700 рублей. На рынке – 223 арендатора. По словам директора, для большинства нашли выход из сложной финансовой ситуации. Программа «Здесь, сейчас» Алла Матюшкина, полномоченная по защите прав предпринимателей нашего региона. Сегодня у нас в гостях Алла Валерьевна. Коротко, как вы были увлечены в решение этой проблемы и как вы сейчас оцениваете данную конфликтную ситуацию? Ко мне поступила жалоба как непосредственно от предпринимателей октябрьского рынка, так и была переадресована уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей. Неоднократно я выезжала в Ковров. Мы встречались и с предпринимателями, и с администрацией, и с представителями Совета народных депутатов, и администрацией рынка. Я выступала на Координационном совете. Очень активно Координационный совет по проблемам МСП работает именно в городе Коврове. Соответственно, наконец-то, вот сегодня можно сказать, что предприниматели все-таки нашли понимание и с администрацией рынка. Состоялась встреча, у меня туда выезжал общественный помощник по городу Коврово. Достигнуто соглашение как по разрешению индивидуальных вопросов, так и в целом те проблемы, которые актуальны для всего октябрьского рынка. Это определенные ремонтные работы, которые предприниматели считают необходимыми произвести. Поэтому будем надеяться, что сейчас данная ситуация войдет в правовое русло и будет разрешена в рамках действующего законодательства. Еще сменим тему. Мы много говорим о пандемии, но потому что куда же без этого. Официально же она ведь до сих пор еще не закончилась. Но, тем не менее, в прошлом году, скажем так, за этот год работы в регионе появилась система института медиации спорных вопросов в бизнесе. Коротко о том, как он заработал, есть ли уже какие-то первые итоги. Правильно вы, Роман, отметили. Как только закончилась первая волна, я сразу перешла к реализации тех задач, которые ставила, когда решался вопрос о назначении на должность. И это предоставление предпринимателям региона возможности вне судебного разрешения конфликтов посредством медиации. Был создан центр, заключены соглашения с бизнес-объединениями региона, торгово-промышленной палатой, опорой России, профессиональными медиаторами. И на сегодняшний день уже прошло шесть медиативных процедур. Помешала вторая волна, к сожалению. Мы вынуждены были вернуться опять к коронавирусным ограничениям. Но, тем не менее, эта ситуация востребована бизнесом. Должна быть альтернатива судебным разбирательствам. Я правильно понимаю, что юридическое судебное сообщество тоже принимает этот способ решения конфликтов и спокойно реагирует на появление такого способа решения конфликтов в регионе? Конечно, медиатор не является юристом. И для разрешения таких сложных вопросов, как составление каких-то условий медиативных соглашений, привлекаются как раз юристы сторон для более правильных формулировок. Мне сказали, что шесть было медиативных сессий. Закончились они как? Закончились они положительно. Мировыми соглашениями. Соответственно, предприниматели достигли разрешения тех ситуаций спорных, в которых они оказались, и смогли разрешить их без обращения в арбитражный суд Владимирской области. В завершении нашей с вами чудесной встречи сегодняшней не могу не задать вам личный вопрос. Вы вступили в должность официально 25 марта. Буквально через несколько дней начался локдаун. Как сейчас вспоминаете первый месяц работы? Что для вас стало самым сложным? Самое сложное стало организовать работу, когда шквал звонков шел буквально везде. По телефону, по мессенджерам, по электронной почте. И здесь помогли общественные помощники. Спасибо огромное. Сотрудники аппарата. Оперативно мы организовали горячую линию отдельно от городского телефона. И, конечно, без взаимодействия с нашими органами государственной власти, депутатами, банками, контрольно-надзорными органами, справиться было бы крайне тяжело. Поддержка шла от прокуратуры, которая позволяла решить какие-то проблемы. Перестаньте, перестаньте, вы сейчас будете полномоченной. Вот все-таки, вы вспомните человеческое свое ощущение. То есть вы вступили в должность очень важную в регионе, с точки зрения соблюдения прав и свободы предпринимателей. И тут начинается это. Вот что вы тогда чувствуете? То есть растерянности я не чувствовала. Я профессиональный юрист, и я всегда понимала, что я могу предпринимателям оказать практическую помощь. Вот это большой был плюс. В тот момент. Когда, если даже я не готова была сказать, как поведет себя государство по отношению к предпринимателю, будут ли меры поддержки, да, вот такие, о которых мы сегодня говорили. Но, тем не менее, юридически я могла сказать, то есть, либо, соответственно, сдайте ИП, да, соответственно, прекратите деятельность, если у вас действительно экстренная ситуация. Или, соответственно, какие-то другие варианты. Как оформить дополнительные соглашения к договору. Было, было, о чем говорить. Да. Вот здесь большой плюс для меня лично был, что мне всегда с любым предпринимателем было, о чем говорить. Что ж, надеемся, что это чудесное свойство у вас не покинется. Тем более, учитывая, что, насколько я понимаю, из последствий пандемии мы будем выбираться еще долго. Ну, так работает экономика. И у вас работы будет много, вам успехов в вашей нелегкой работе. Спасибо. Гостем программы «Здесь сейчас» стал уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимирской области Алла Матюшкина. В понедельник в нашем эфире директор департамента ЖКХ Владимирской области Елена Семенова. Ну, а с вами был Роман Немов. Желаю всем хороших выходных. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова